Добрый день, Константин, спасибо за ваш вопрос. Я вчера тоже услышал, естественно, эту часть, относящуюся к методам спасения рубля. Это, так сказать, отбить что-то там у спекулянтов, чтобы им было неповадно. Ничего никому отбивать не надо, потому что спекулянты вообще ни при чем. Имеется в виду трейдеры, как частные, так и институциональные. А если кому-то отбивать, то надо беседовать, прежде всего, с крупнейшими покупателями валюты, которые и формируют тренд. Это крупнейшие госбанки, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Что касается ограничения движения капитала. Послушайте, мы и так очень условно-рыночная экономика. Давайте уже не будем выбрасывать ребенка с водой из чашки, из тазика. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя трогать тему ограничения капитала. Начнется паника уже не только среди иностранных, но и среди российских последних инвесторов, которые еще остались не в офшорах. Поэтому тут уже никого не надо будет прощать и продолжать деофшоризацию. Она начнется в утроенных темпах. Кстати, Игорь, вы упомянули слово офшоры. Накануне появилось сообщение о том, что может быть амнистия капиталу, который возвращается за рубежа. Алексей Люкаев из Минэкономразвития даже так и сказал, что амнистия капитала позволит преодолеть экономический спад. К нам пойдет капитал, и это все повлияет на экономику. Вы считаете, это будет работать мера? Потому что зачем к капиталу сейчас возвращаться в страну, где идет экономический спад, где, опять же, существенные геополитические риски? Вот можно ли рассчитывать на этот инструмент в полной мере? Нет, абсолютно. Это хорошая идея. Она бы была прекрасна, если бы она была реализована. Я не верю, что хоть один человек из крупного капитала, естественно, вернется в Россию в той ситуации, в какой мы сейчас находимся. Это санкции, падение экономики, падение рубля. Игорь, а сколько может стоить наш рубль по отношению к доллару в следующем году? И у вас есть какие-то базовые сценарии 50-60 рублей за единицу? К чему готовятся, как планируют свои финансы? Да, конечно, здесь два базовых сценария. Первый, если не будет новых санкций, тогда мы будем потихоньку сползать в окоп, и к концу года доллар-рубль и нефть встретятся на отметке 60, то есть 60 рублей за доллар и 60 долларов за баррель. Второй сценарий более сложный, это если все-таки будут введены новые санкции. Скорее всего, они будут подняты до нового уровня, потому что старые не работают. А новый уровень – это эмбарго, то есть полный запрет на торговлю с Россией. В этом случае Россия будет отключена от свифта немедленно. И в этом случае падение рубля будет в разы большим. Я, как сторонник сильного рубля, не могу озвучивать эти цифры, поскольку мне, во-первых, тяжело их озвучивать, ну и не надо давать никакие ориентиры нашим госбанкам, которые, видимо, продолжат эту политику.